Так, давайте рты, пожалуйста, закрыли, галерка. Сними-ка этот... Я не могу, отблескивай, это не мешает смотреть. Предохранить, сними, сними. Здравствуйте. Сегодня мы с вами здесь собрались для того, чтобы рассказать вам о том, куда мы идем и в чем будем делать в ближайшие годы, надеюсь. Вот, значит, наш продукт, единственный продукт, который мы сейчас оставили в линейке, ну, на текущий день, который есть, это скаут-дача. Всех интересовало, значит, все хотели побольше размер, чтобы потолки были повыше, утепление просили побольше, вентиляцию, теплые... Не, ну, теплые полы – это любой модульный дом. Все хотели, короче, теплые полы в модульных домах. Значит, по поводу износа стойких полов, ну, поскольку почти все производители используют сосну на полах, сосна мягкая, поэтому те, у кого есть коты, собаки и прочие дети, они, ну, короче, оставляют следы. В скаут-даче многим не хватало ванной, хотя первая скаут-дача была с ванной, потом мы начали делать душевой, душевую кабину, потому что что у нас... А, холодильник не влезал. Холодильник. Да, у нас либо холодильник, либо душ. А, значит... Холодильник, конечно, либо ванна без холодильника. Да, да, да. Кухню побольше надо было, два этажа, ну, естественно, ну и настраиваемость. А, еще эксплуатируемую кровлю постоянно спрашивают. Вот, как только, короче говоря, скаут-дача появилась, еще глина не обсохла под ее фундаментом, я начал, вот, короче, я начал мучить нашего архитектора. Давай спальню увеличим, давай вот здесь вот размеры увеличим, давай вот здесь вот вход поменяем. Ну, в общем, как только скаут-дача появилась, сразу стало понятно, что она маленькая. Что? Что? А, да, да, да. Давай цену увеличим. Вот, значит, как выглядит моя работа, кому интересно, с архитектором. То есть это мои технические задания. Поскольку единственный мой инструмент – это телефон, все проектирование всех домов в скаут-хаусе, ну, не проектирование, архитектурное проектирование, есть такая фраза? Наверное. Рисование. Рисование. Выглядит, короче, вот так вот. Вот. Значит, когда вы просили двухэтажную скаут-дачу, мы вообще исполняем все ваши желания. Вот все, что вы хотите, оно или было, или будет, или есть, наверное. Скаут-хаус «Сбываем мечты». Вот. Ну, короче, вот это мое ТЗ архитектору. Значит, мы… Так, что там? А там все варианты, которые когда-то… А, ну, да, да, да. Это все варианты, которые мы делали. Не знаю, вам видно, не видно. Ну, в общем, у нас был проект двухэтажной скаут-дачи. Значит, выглядел он вот так вот. Ну, то есть, мне казалось, все офигенно, короче, мы нашли то, что хотим. Напишите вам, вот такое нравится или нет. На самом деле, мне такое очень нравится. Вот. Но когда мы посчитали, сколько по времени это все будет производиться и монтироваться, вот эти вот кукушки, здесь вот применена мягкая кровля, а здесь вообще кровля дощатая. Ну, люди же хотят дощатую кровь, давай им сделаем. Давай, бездавай. Или вот здесь фальц, например. Нет, или вот здесь фальц. Ну, короче, красиво же, вообще офигенно. Вот. Но… А я там не поместил сортир, поэтому забраковали. Короче, забраковали, ну и он нафиг. Потом, значит, мы наняли команду модных московских архитекторов. Это студия. Я вот не знаю, можно ли говорить, как она называется, но я с ними не договаривался, поэтому не буду на всякий случай говорить. Мне прислали даже целую презентацию. Ну, в смысле, вот как вот там… Ну, я первый раз увидел, короче говоря, как архитектурная подача, или как это называется, концепция. Я не архитектор. Ну, ты же был в этом чате. Я вышел же сразу. Нет, заблокировал вас. Вот, очень красивый дом. Вообще супер. Мы его делали… Если монтаж обычного скаутхауса… Там, кстати, кто-то спрашивал, почему вы сняли скаутхаус сотый? Потому что монтаж сотого скаутхауса всегда длится один месяц. Это ненормально, нехорошо, долго, плохо и так далее. Поэтому мы сняли все дома, где длительный монтаж. Потому что за время монтажа люди, монтажники начинают… Расстраиваться. Да, иногда в слюне. Вот. И иногда это доходит до конфликтов с клиентами. Потому что, ну, их понять тоже можно, потому что, когда ты живешь месяц где-то там под Москвой, или там где-нибудь под Екатеринбургом, еще тут где-то, ну, действительно тяжело. Поэтому мы от этого… А, ну, это я тоже с архитекторами московскими свою технику применил. Они мне концепцию красивую, а я там… Вот. Значит, что мы хотели? Смотрите, наши интересы и ваши интересы всегда одни и те же. Что это значит? Если мы что-то делаем долго и неэффективно, то вам за это платить. Поэтому любой проект, который ведет к упрощению, к эффективности, на самом деле, он, ну, и вам полезен. То есть любые хотелки, которые увеличивают срок, усложняют, они… Ну, мы от них отказываемся не потому, что нам лень. Нам не лень. Опыт показал, что мы очень неленивые. Иногда очень сильно неленивые. Вот. Значит, наша задача была… Мы почему отказались от скаут-хаусов? Мы хотим сделать и хотим и сделали один формат дома. То есть один формат дома, один формат модулей, когда из одних, грубо говоря, модулей можно складывать разные дома. Ну, вот сейчас я покажу, что в итоге получилось. Задача, опять же, максимальная заводская готовность – это быстрый монтаж. Для этого необходимо, чтобы вплоть до кровли делалось в цехе. Опять же, почему скаут-хаус снят с производства? Это стыковка, обрешетка, кровля, кровельные выносы, водосточка, снегозадержание. Леса. Леса, ну, и так далее. Вот. Значит, что мы хотим? Жить в Казани, а не на сервисах. Эта зима показала, что все, что продается в магазинах с гарантией 5 лет, например, там можно написать 5 лет, можно написать 7 лет, в российских условиях эксплуатации помирает в ближайшие минус 30 градусов. Например, это греющий кабель, не будем называть производителя, южнокорейский, короче, производитель, почти все кабеля греющие делают южнокорейские производители. А мы за эту зиму поменяли, наверное, кабелей 20-30 кабелей. То есть это люди, которые замерзли, хотя это новые кабеля с гарантией 5-летней. Поэтому мы приняли для себя решение, что все технические вещи, которые мы будем использовать, если есть вариант выбрать подешевле и подороже, мы будем выбирать подороже. Просто потому что есть вероятность, что если мы покупаем что-то подороже, оно просуществует подольше. Соответственно, у нас меньше головной боли и у вас меньше головной боли. Ну и как бы по факту при стоимости дома там в 3 миллиона греющий кабель, который стоит 5 тысяч или 8,5 тысяч, ну разница невелика, но лучше будет. Вот, значит, что мы сделали? Короче, мы полтора года, мы отметали все, что делали архитекторы. Ну, то есть это ежедневная работа, которая просто, ну, она не то, что на выброс. Кстати, кому интересно, я, может, даже потом выложу подборочку планировок, которые у нас накопилось. Ну, там, под тысячу разных планировок модульных домов, наверное, можно как-то этим воспользоваться. Короче, начнем. Есть желание вообще отказаться от названия там «Скаут-хаус» или «Скаут-дача» или «Скаут-еще что-то» и пока просто все называть «Скаут». В общем, это самый маленький дом в серии 25 квадратных метров, но его вы видели наверняка, кто следит. Он такой был и на ютубе, и на фоточках. Значит, у него большая кухня, почти 4 метра. Полноценно, если так можно выразиться, ну, в сравнении, конечно, санузел, то есть ванна метр семьдесят. Здесь инсталляция, здесь раковина. В этом месте специальный техшкаф, в котором есть ввод воды, бойлер, стиральная машина и фильтры. Да, ну, то есть это бич всех домов, а в Подмосковье это поголовно, это плохая вода. Так, этот маленький домик выглядит. Это его, на самом деле, да, это его верандочка двухметровая. Ну, это террасы. Это по задумке, эти штуки, это... Как они? Ставни? Роль ставни. Не роль ставни, как то есть. Ну, ставни, ставни. Ну, короче, ставни. То есть в обычном варианте это просто нашлепка, грубо говоря, а если доплатить, сколько еще неизвестно, вот он ничего не... Он сказал, я тебе все посчитаю, когда я это произведу. Вот. Чтобы... Девый проект хотел. Короче, чтобы это ездило, там же нужны ролики. Ну, короче, вот. Вот так вот. Это версия, когда веранда сверху. Значит, поскольку я два года не вылезаю из всяких деревень, музеев, к бабулькам в гости хожу, помогаю одному фотографу купить дом. И объездил столько прекрасных домов. Но у всех у них, ну, у деревенских домов есть одна очень классная особенность, которая, ну, вот я прям с детства помню, приходил в дом, когда ты заходишь в дом, а все остальное под крышей. То есть курятник, баня, туалет, сарай, все под крышей. Значит, в Сибири мне первый раз сказали, что эта штука, ну, вот то, что называется сени, ну, мне сказали, что сени, это на юге России. А у нас здесь на севере, ну, и в центральной, это связь либо мост. Мост – это когда дом поднят наверху, если там есть клеть, подклеть, то тогда это мост, а если нет, то это связь. Ну, так, короче, вводим понятие связь. То есть вот здесь вот видно 25 квадратных метров связаны, ну, вот, например, вот здесь большая спальня, да, 18 метров. Они между собой связаны связью, которая одновременно является, ну, прихожей, там, холодным, ой, этим, каким? – Теплым. – Теплым тамбуром. Вот, здесь там подогрев, плитка, все по красоте. Значит, примерно так это выглядит, ну, здесь еще досочки там будут, там вот так вот. Это глухое окно, а это окно-дверь. Вот, вот это мне сказали архитектор. Я, ну, поскольку я не архитектор, я скинул двум людям, которые что-то в этом понимают. Один из них написал, о, клево, это прокол. Прокол, короче, вот это прокол. Вот, вы здесь видите, ну, или не видите, я не знаю, попытку нарисовать перголу, вот, то есть, возможно, это необязательно, что случится. Так, опция будет пергола, и вот, ну, точно уж будет нахлобучка. Но я, поскольку… Скал нахлобучка. Я, поскольку не знаю терминов, ну, вот, крыша, шляпа. – Ну, это крыша, да? – Ну, а такая она просто. Вот, для того, чтобы все упростить, и монтаж, и производство, и вот все такое, было принято решение делать вот эти вот крыши, веранды с опиранием на крышу. И это же позволит нам вот эту нахлобучку ввести сверху. Ну, то есть, не отдельно заказывать трал, а сверху оформлять негабаритное разрешение. Тогда мы, ну, мы, вы, в смысле, сэкономите на доставке. Вот, так выглядит эта нахлобучка. Ну, здесь не удивляйтесь, здесь просто вот картинка, которую рисовал архитектор, который не вникает в конструктив. В конструктив вникают они, потом, наверняка, все испохабит. Вот, дальше. Это скаут баня. А, ну, это 25 квадратных метров через связь маленькая баня. Значит, в чем отличие от большой бани, если вам видно, вот здесь окно панорамное от пола до потолка, полностью в парной. То есть, если раньше у нас панорама была инверсная, сидишь в бане и смотришь на душевую, то теперь наоборот. Вот, то есть, вот здесь перегородки в душевой стеклянной не будет, а будет стеклянная перегородка туда, на природу. Ну, здесь душевая сильно увеличена, почти 3 квадратных метра. Санузел, в котором бойлер. Вот, и вот эта вот связь, она является предбанником. Соответственно, если вы здесь сидите голенький, то не сидите, потому что тут к вам как придут. А, вот, и в этом случае здесь нет санузла. То есть, если в предыдущем, в предыдущем был санузел, то в данной версии, ну, зачем здесь два санузла? Его здесь нет, здесь можно сделать человека положить или еще что-то. Вот. Это большая баня. Я был в бане, которая называется Реста баня, ну, здесь в Казани. И там, короче, огромная парная. Она там, не знаю, 50 квадратных метров, 70, может, 80. Я прифигел. Мне очень понравилось, когда ты заходишь в парную и просто там ходишь. Ну, не так, что ты зашел, сел, как бы, и все, и сохранился. Вот. Поэтому я не знаю, как она пойдет, но очень хочется сделать версию двухмодульной парной. Когда вот здесь вот, как это называется, ну, на стадионе, как вот, трибуна. Трибуна с панорамным видом. Большая ляука и маленькая ляука. Ну, то есть, вот здесь парят, здесь, короче, ходят голенькие. Здесь парят, вот это вот все. Здесь глухо. А здесь... Чилят. Чилят, да. Вот. Все остальное, ну, по-прежнему, как и было. Здесь может быть санузел, кстати. Может. Просто его нет. Ну, в смысле, но может. А, вот. Ну, покрупнее я сделал. Вот это вот маленькая баня. То есть, вот здесь вот эта прихожая, здесь веранда сразу. То есть, оно отдельно может стоять. Оно будет красивенько. Вот так вот. И это может отдельно стоять. Тоже будет красивенько. Да. Скаут 50. Значит, ну, здесь вы можете наблюдать то, что это 25-ка, вот, в которой нет стены. Кстати, люди спросят, а можно сделать 25, а потом сделать 50? Не хотелось бы. Не хотелось бы. Значит, что мы видим? Кухня-гостиная. В данном случае она 27,5 квадратных метра. Динар настаивает на том, чтобы вот над этим столом, ну, условно над этим столом, всегда был зенитный фонарь. Помните купол зенитного фонаря? Вот он его хочет вставить в базу. Напишите, надо ли это делать или нет. Здесь в старой даче было 2 метра, теперь здесь 2,300. Поэтому сюда встает любой диван, потому что любой диван, по-моему, ну, в смысле, такой распространенный диван, любые киевские, они 2,300. А те были они какие-то, ну, такие суперкомпактные. Угловой диван сюда может встать вот так вот. Ну, короче, вот здесь 2,300. Вот. Здесь появилась здоровенная стена, которую можно, ну, тоже диван поставить. Можно биггл-деку, собственно, поставить. Можно телевизор повесить. У бедных большие телевизоры... У больших... Ой. У бедных больших есть маленькие телевизоры. Хотят в базу фонарь. Хотят в базу фонарь. А, что я говорю? А, вот здесь печка, но ведь она и здесь может быть. Может быть. То есть мы сделаем, скорее всего, 2 закладных элемента печи. И здесь, и здесь. И потом можно будет выбрать печку здесь или здесь. Пироманы, не любящие читать и смотреть телевизор, могут поставить себе 2 печки. Да, кстати. И электро, и дугу сделать. Уже очень молчать. Ну, в данной версии прихожая довольно-таки скромная, да? Здесь вы видите непонятного размера спальню. Потом объясню, почему. Ну, короче, здесь кровать встает. Вот сюда встает вот так вот кровать. Поэтому вот это пришлось сделать. Я был против, но так надо. Эта спальня тоже побольше. Ну, и здесь, понятно, ванна. Ну, вот так вот это выглядит. То есть мы сохранили наше узнаваемое кухонное окно. Вот эти штуки. Вот смотрите, какой элемент архитектурного решения. Рейки, короче. Скаут, дача плюс негабаритные спальни. Значит, любой дом, который мы проектируем, через день после того, как мы сделали чертежи, я подхожу и говорю, давайте негабаритную версию сделаем. Все говорят, пошел нафиг. Но здесь согласились, что вот этот модуль, который до этого был, ну вот сейчас, узкие спальни, вот так вот, да? Пошире на два пальца стало. И теперь спальня стала 10 квадратных метров, и здесь 10 квадратных метров. Вот. То есть можно выбрать такую негабаритную версию. Это 50 квадратных метров, в которой можно поставить связь, она будет являться и прихожей. То есть вот здесь веранда. Из веранды мы попадаем в прихожку, а из прихожки мы можем попасть уже в сад куда угодно. Вот так вот она красиво выглядит, да? Красиво похоже на мини-маркет или киоск для продажи. На космический корабль из кубиков лего похоже. На космический корабль впереди нас ждет. Сейчас, сейчас. Вот. Это большая связь. Вот была малая связь, а это большая связь. Пятиметровая, жирная. То есть сюда мы заходим. Здесь у нас грязная зона, а здесь у нас уже чистая зона. Здесь вот уже можно на самом деле да хоть диван поставить, да хоть чилить, да? Прости, Господи. Не отмыть ли рот, конечно. Большая баня. Ну, это 50-ка, связь, большая баня. Выглядит это вот так вот. Вот в бане, кстати, панорамное окно, кстати, как выглядит, да. То есть здесь окошко для проветривания парной, для залпового проветривания. Оказалось, что второе дыхание хорошо, но хорошо только для того, кто туда клювом лежит. А тот, кто парит и другие, им тоже хорошо бы воздух поддавать. Поэтому ширк, пырк и нормалек. Ну, вот здесь, видите, стол посредине панорамного остекленения. Ну, поменяется, наверное. О, нормально же? По-моему, нормально. А мне сказали, что старая дача могла бы войти в учебники по архитектуре. Ну, поскольку я не хочу в учебники по архитектуре, поэтому мы все ломаем. Вот, это с маленькой бани. То есть вот здесь было два модуля. Это маленькая баня. Тоже же красивенько. По-моему, красивенько. Нормально, что ли? В целом-то да, посмотрим, что он продается пока. Ставьте лайки, подписывайтесь, колокольчики. Это, а, то же самое, это баня. Вот, кстати, из моечной можно прям сюда выйти, ну, выбежать на террасу. Или выйти и лечь в шизлонг. Да. Вот эта штука на самом деле, она же... Фригари. Фригари и чилл... 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 Ну, в общем, вот. Дальше. Скаут 75. Это когда 50 квадратных метров через связь добавляют эту... спальню большую. То есть получается 75 квадратных метров, три спальни. Ну, сюда можно негабаритную спальню поставить. Была еще дурацкая... Тут дети, тут дети, а тут шпиндихоришься, как в последний раз в жизни. Была дурацкая идея без связи вот эту сюда вставлять в спальню, но тогда пришлось бы на кухне закладывать вот это окно, не было бы вентиляции кухни, и прихожка была бы вот здесь. Ну, то есть ты заходишь напротив спальни, поэтому... Нафиг. Это выглядит примерно как баня. Ну, в смысле, вот раньше здесь был модуль бани, выглядит так же со спальней. Это что? А, это как сзади... Ну, как с дороги, да. С дороги мне архитектор сказал, я даю все делать черненькое, потому что она делала... Я предложил так. Давай дом делаем торжественным черным, а все остальное делаем светлым деревом. Ну, как сейчас дача. Она сделала, получилось, ну, не пришей кобыле хвост. Поэтому вот так вот. Речки и черное. Ну, пусть все вас жалеют, типа непонятно, что вообще купил. Живу в сарае. Купил, да. Все думали, что я кафе открываю, когда я на дачу переехал с дубльдомом. Так. Скаут 75 плюс большая связь. А, ну все то же самое, только не маленькая, а большая связь. Вот. Скаут плюс одна спальня. А, это мы уже налево пошли. Это мы пришли в 50-ку. И место здесь спален, двух маленьких. Одна огромная, потом кладовка, челлаутная, и там... Слушай, а вот тут задали бы вопрос, и я бы задал в первую очередь. Когда было 50, было 4, а в 25 было 2. Должно быть 6, а здесь 5. Это 37 плюс 25. Я это делал в 6 утра, и... Да, но это не 75 как. А сколько? Это на 12 меньше. Это 63. А, нормально. Видите? Вообще нормально. Вот так выглядит... 63. Да. Тоже же хорошо выглядит. 69. Скал 69. Вот это... Вот это у меня... Сломался карьерный экскаватор. Вот это у меня вопрос, конечно, вызвало. Но мы еще поработаем, наверное. А что ты ржешь? Это архитектура, понял? Архитектура карьерных экскаваторов. Все, давайте дальше. Вот это я предложил такую дурацкую идею сделать две спальни из трех модулей. Ну, то есть не 18 квадратов, а 13 и 3. Ну, тоже нормальненько. Ну, теперь это 75. Да. Но внешний вид я не показываю. Там еще смешнее. Нет. Не показываю. Ладно. Не отвлекаемся. Это все то же самое, плюс баня. Ну, это уже дом-вагон. Ну, то есть есть прям такое понятие, я в Пинтересте видел. Дом-вагон. Дом-вагон на повороте. Это на самом деле то, ради чего вот замахоривались вот эти вот все галереи, амфилады и вот это все остальное. Это 50-ка, большая связь. И 50-ка. 25 и 25. Ну, и по сути 50-ка, да, 100 квадратных метров. То есть дом, в котором две большие спальни и две маленькие спальни. Они могут использоваться как кабинеты, как что-то такое, кладовки там. Вот. Выглядит вот уже получше. Вот уже нормально выглядит, да? Благодаря сосне, я думаю. Так. Это с Баней. Скаут 100 с Баней, с большой Баней. Тоже хорошо выглядит. Тоже благодаря трем соснам. Благодаря какой-то дискотеке, мне кажется. Вот. Вот. Игра теней там. Буква Н тут какая-то. Парящая крыша, а ее ветром сдувает. Нет, она там на балках. Вот же она. На балках. Вот. Так, это... Что такое? Ну, в общем, это 50, 50 и 50. Это 150 квадратных метров. Дом престарел. У него есть хозблок. Вот здесь можно сходить в хозблок. Вот. и здесь веранда, и здесь веранда, и тут веранда. В общем, и санузлов сколько? Три санузла. А мы можем, кстати, например, не делать здесь санузла? Можем. Вот она тебя прижала, и ты как пенсионер на коляске едешь, едешь, проезжаешь. Не донесешь. Это долгожданный двухэтажный дом. Это 50. Вот это странная штука. Ну, она просто потом спрячется кладовкой. То есть, вот так вот будет лестница сделана, а эта уйдет под кладовку. Вот так она выглядит. Это второй этаж. Здесь мы по лестнице поднялись. Здесь у нас амфилада с капителями. Здесь у нас санузел и два больших этих спальни. Вот. Ну, это как он сзади выглядит. Нормалек тоже. С дороги. Да, с дороги. Что изменилось? Я не видел ни одной презентации Стива Ивановича, поэтому я там он ходить должен в водолазке. Так, основные изменения. Значит, сейчас вот надо слышать и видеть. Конструктив, значит, какой. Мы сделали утепление полов и кровли 200. Утепление. стен сделали 150, но добавили МДВП. Почему мы не сделали стены 200? Потому что место жалко. Ну, то есть, ну, жалко. Вот. Сопротивление передачи четверка при нормативных значениях сколько? Три, три, по-моему. Три. Поэлементных. А санитарных вообще там около. Вот. В общем, с запасом проходим, все нормально. Версия в два этажа появилась. Высота потолков на 10 сантиметров увеличили высоту потолков. Придумали как. Короче, было 2,400, стало 2,500. Кухня, ну, вот я написал 3,800, но на самом деле она почти 3,900. Она почти даже 4. А, она 3,900 с чем-то. Ну, в общем, большая кухня, 4-х метровая кухня, причем, которую можно, как вот это штуком один называется, вот когда финалы там вот так вот делаешь. Кухня в нише. Плюс остров можно. А вот сюда вот остров ставьте и все. Ну, то есть, остров не этот, не с водой, а просто, ну, там резать, там подавать, ну, не мыть. А духовку туда можно поставить. То есть, сюда надо будет подвести, получается, напряжение мощное. Важный или душный выбор? Ну, то есть, можно выбирать. Но на втором этаже нельзя выбирать. Душ может произойти. в смысле? На втором этаже, ванну или ванну. Да, на втором этаже, так, на первом можно выбирать. Большие спальни. Я не вижу, иначе у меня шея болит. Баня, так, что полы? А, полы. Значит, мы сделаем попытку сделать полы из лиственницы, но не шестиметровые, с такими щелями, как у меня дома было. Мы, в общем, нашли доску, вроде как она похожа на хорошую доску, вроде как у нее адекватная цена, вроде как она доступна, и поставщик ее поставляет. И, кажется, нам получится сделать полы из лиственницы. лиственница сильно жестче. Это не значит, что ты бьешь топором и полам ничего нет, конечно, но по сравнению с сосной пожестче, ну, точно пожестче, с подогревом. То есть, по всей площади дома будет подогрев. Мы называем это отоплением, теплым полом, потому что в сильные морозы этого будет недостаточно, но в межсезонье точно полы с подогревом нужны, во-первых, для того, чтобы в углах, где вы запираете кровати, там, шкафы и прочее, воздух не застаивался, не было никакой там плесени, конденсата, перехода. Да, то есть, это нужно для этого, для легкого обдува окон, ну, и просто, в принципе, естественно, комфортнее. И приточная вентиляция с подогревом в каждой комнате. Мы отказались от рекуперации, потому что, ну, вы сами видите, когда у тебя вот такой геленджик, тянуть, например, вот отсюда трубы, ну, вентиляции сюда, и потом все это дело балансировать и настраивать, ну, просто нереально. В принципе, может, мы бы и хотели сделать полноценную систему вентиляции с рекуперами. Ее, кстати, можно сделать благодаря тому, что применена галерейная система, вот видите, вот везде есть галереи, везде. Под потолком, ой, над потолком можно протянуть вентиляцию, потом, в смысле, потом можно. По потолку. По потолку, да. И там же можно, например, захотите вы газ, да, почему мы опять же отказались от водяной системы отопления, все то же самое, то же самое с вентиляцией, потому что монтировать каждый модуль, стыковать, одуреешь, выгонять воздух, опрессовывать, настраивать, ставить эти, термо... Узны подмеса. Ну, в общем, вот это вот нереально. Все это потом уже по дому можно сделать, благодаря тому, что у нас есть галерея, и даже в стенах галереи теоретически можно это все провести. Ну, воду точно, воду, не ослабляя стойки. Вентиляцию лучше по потолку вести. Так, изменения в конструктиве. Ну, перекрытие, значит, 190 на 45, каркас стен 145 на 45. Мы решили, вот сейчас такая крамола, вот мы всегда за это топили, и всегда говорили, что мы отказываемся от пароизоляционных пленок. В принципе, от пароизоляции, нет, вернее так, мы отказываемся от пленок, но не отказываемся от пароизоляции. Значит, что будет выступать у нас в роли пароизоляции? Будет применена фанера класса эмиссии Е1, ну, то есть, фанера за доской, за отделкой будет использоваться фанера. Фанера решает два вопроса. Решает вопрос жесткости, на который крепится отделка, на который крепится вся там электрика и все остальное. Навесные полки, хорники. То есть, грубо говоря, ну, то есть, вы в любое место сможете повесить что хотите весом килограмм, ну, до 100 точно. Да, с тобой. Да. Вот. Плюс фанера выступает как пароизолятор. Пароизоляция фанеры, она не сравнится, не может сравниться с пароизоляцией пленки, которая, в принципе, не пропускает пар. Но, давай, как там этот пароизоляторный, пароизоляция, должна расти от паронагруженного помещения к паронагруженной области, к паронагруженной. В переводе это значит, что весь пар, который пройдет через фанеру, он должен со свистом вылететь. Этот вопрос решает у нас МДВП. Мы просто отказались от любых скотчей. А, нет, ну, скотчи-то у нас будут применяться, где окна, да. Вот. Но скотчи, связанные с ветрозащитой снаружи, применяться не будут, потому что скотчи при монтаже в минус 15 не работают. МДВП, за счет того, что он мягкий, он очень хорошо примыкает к стойкам. Ну, мягкий и рыхлый. Ну, и плюс, конечно, он, ветрозащита от МДВП. МДВП – это мягкая древесно-волокнистая плита. И она, как ветрозащита, работает гораздо лучше, естественно, чем пленка. Ну, потому что она 2,5 см в толщину. Теперь у нас абсолютно плоская кровля с ПВХ-мембраной. Вот. Если у нас раньше была мягкая наплавляемая кровля, с которой были нюансы и был небольшой, но уклон, теперь мы от этого уклона отказались, поскольку ПВХ-мембрана, из которой там те же лодки резиновые делаются, позволяет абсолютно герметичное примыкание сделать. Вот. У нас возможность появляется делать эксплуатированную кровлю, но только для этого, естественно, надо будет делать настилы. Ходить по мембране босиком вообще без вопросов, но если ставить стулья или там еще что-то, там, ну, ходить в обуви, то лучше сделать настил. Вот. И опыт этой зимы, ну, очень снежный, показал, что снег на скаут-дачах, ну, там, даже вот в самых снежных регионах, у нас такая же, там, пятая снеговая зона лежит, ну, там, сантиметров 50 максимум. Вот. На полах, значит, у нас 18 миллиметров фанера плюс 20 миллиметров напольное покрытие, то есть почти 4 сантиметра напольного покрытия. Фанера по сравнению с доской, ну, то, что мы используем, 35-й, она дает, конечно, другую, другие ощущения по жесткости. То есть она, ну, как монолитно, связывает, короче говоря, вот весь пирог получается. Да, но веранды увеличены и отделка всех стен деревом, имеется в виду и внутри дерева, и снаружи дерева, нет металла вообще, это значит, что телефоны хорошо будут ловить и будете хорошо ловить эти космические энергии. Значит, изменения в инженерке. Я уже говорил про отвратительные греющие кабели корейского производства, которые выходят из строя. Мы сейчас берем норвежский греющий кабель Nexons, который гарантия 20 лет... Ну, 10 лет. 10? Нет, 20, по-моему. Ну, короче говоря, Больше двух. Это серьезные кабели, которые используются в промышленности, они не продаются в магазинах. В принципе, по-моему, их невозможно купить. Ну, то есть это хорошие, прям дорогие кабеля. Кабели? Кабеля. Вот. Остановились мы на Tion Light, на приточной системе вентиляции с подогревом. Почему мы не используем децентрализованные рекуператоры? Наш опыт показал, что это не очень хорошее решение, которое прокачивает воздух, грубо говоря, вокруг себя, вот, но не обеспечивает воздухообмен там, в дальнем углу комнаты, например. В отличие от этого, приточный, там, ну, бризер, грубо говоря, Tion Light, он просто гонит воздух снаружи, подогревает, и воздух самотеком выходит из грязных зон, из зоны кухни, из санузла, то есть, создается избыточное давление, вы дверь открываете, и пыль, например, ну, это плюс какой, пыль в дом у вас не летит, потому что там давление избыточное, вы дверь открываете, у вас не засасывает, а наоборот, выталкивает. У Тиона есть, конечно, ой, да, у Тиона есть другие бризеры, у него там есть О2, есть там С3, но они все вот такого размера, вот. Tion Light 26 на 26 см, он не, там есть базовая станция, Magic Air называется, она позволяет выставить, ну, по автоматике, там, типа, держится О2, вот такой-то, но Light не подключается Light не подключается к нему, вот. Мы решили, что поскольку это загородный дом, прежде всего, достаточно будет включить там, ну, опыт эксплуатирующих людей, Тиона, мы его 6 лет, кстати, эксплуатируем, на вторую скорость поставил, этого достаточно, причем, в отличие от центральной системы вентиляции, которая занимается воздухом, ну, меняет воздух во всем доме, здесь, если ты вот, ну, находишься в гостиной, например, и в спальне, а на второй этаж не идешь, никуда не идешь, ты там просто это выключаешь, вот, и не пользуешься, а пришел спать, там пуль же, да, с пульта включил, с телефона врубил, и оно все заработало. Это тоже хорошо, потому что кратность воздухообмена, это, ну, это тепло, которое вылетает наружу, какая бы рекуперация ни была, она в любом случае будет вылетать. подогрев пола, да, он решен, мы сейчас определяемся, либо это греющий кабель, опять же, Nexons, или Nexons, либо это алюмокомпозитные панели, вот, мы сейчас потестим и определимся. Значит, ну, как я говорю, в прихожей отдельный техшкаф для водоснабжения, для водоподготовки, для фильтров, для стиральной машины. Если планировка с душем, то здесь есть возможность ставить стиральную машину и на нее сушильную машину. То есть, тогда вот здесь не нужен второй шкаф, здесь достаточно огородить для бойлера, а здесь большой шкаф в прихожей. Освещение другое будет, ну, будут, скорее всего, споты. Вот то, что мы сейчас говорим, начнет производиться где-то с середины апреля. Примерно. С середины апреля. Поэтому сейчас будет проведена работа техническая, нагрузки посчитают, узлы посчитают и так далее. Вот. То есть, с первого апреля, ой, с первого апреля, с 15 апреля будут стартовать эти дома. Есть уже дома оплаченные новой серии. То есть, люди на свой страх и риск купили и ждут, значит. Да, освещение другое, но поскольку поскольку дизайна интерьера еще нету, показать я вам его не смогу и не хочу. Значит, инсталляции в санузлах, значит, место унитазов у нас теперь инсталляции. И, ну, поскольку мы объединили линейку скаут-хауса и скаут-дач в одно и сделали этот дом полноценный для постоянного проживания, мы и инсталляции туда включаем и включаем туда выводы под гигиенический душ. Гигиенический душ не ставим, потому что это, во-первых, дорогостоящее изделие, во-вторых, каждый поставит себе какой хочет, термосмесителем, там, такой марки, сякой марки, ну, в общем, гигиенический душ выводы будут, подключить его не проблема. Ну, и ванная или душевая на выбор. Значит, вопрос, снимаем ли мы старую дачу? Нет, старую дачу мы не снимаем, старая дача нам нравится самим, но мы вносим там небольшие изменения, с одной стороны незначительные, с другой стороны они существенные. Тоже ставим везде греющий кабель Nexons, окна оставляем в даче только в рамах, то есть без стеклопакетов, ну, короче, кто смотрит, кто знает, понимает, почему мы это делаем. Тоже переходим на ПВХ-мембрану на кровлю и ставим приточные клапаны, вот наверняка клапаны надо было написать, но я написал клапаны, но это тарин, мне можно. Приточные клапаны 100 мм с возможностью подключения приточной вентиляции того же бризера, то есть будет клапан, ну, сотка, вот, не 40 сечений, а 100, и провод выведен. Если, ну, опционально можно будет выбрать тот же бризер, например, или вы сами можете любое другое устройство, рекуператор поставить, там, просто вентилятор поставить, что угодно. Вот. А, я нашел картинку два года назад, мне казалось, что это вообще крутой дом. Ну, это я такой, блин, вот сделаем такой, вообще всех порвем, весь рынок. Как это я собирался делать, непонятно. Бетонный питаж, вопрос. Спасибо. А, так, вопросы, да? Это не какую-то нормальную картинку. Второй этаж в топку, можете не выбирать. Я сам бы хорошо бы не делал бы его, но если не будет спроса, делать не будем. Вы поймите, что вот это вот все изобилие, которое мы сейчас предоставили, из него останется, даст Бог, треть. Потому что, во-первых, ну, нам все это дело, хоть мы и применили в этот раз стандартные модульные решения, кстати, не будет зеркальной версии. Объясню, почему она не нужна на примере вот этого. Дом престарелых. Да. Прихожая может быть здесь, а может быть здесь. Эти модули могут быть там, могут быть там. Соответственно, если у вас дом 50 квадратных метров, ну, пройти 10 метров до входа сюда вы сможете. Если вам надо повернуть, ну, то есть, зеркальная версия это примерно два месяца работы конструктора. Ну, вот, поддержание вот этого всего. Вот. И поэтому мы от этого отказались. Ну, и молодцы. Так, что там? Двухэтажная версия, даже если будет, она будет не прямо сразу. То есть, мы над ней будем думать, но прямо сразу ее производить не готово, потому что там есть вопросы, которые надо порешать. Стык модулей не будет пропускать тепло? Это пропорное, видимо. Нет, не будет. Да. Хороший ответ. Полностью изменьте планировку или старую версию тоже можно будет. Можно будет старую. А по ПБ проходит? ПБ. Баня под одной крышей. А пожар. Значит, вы можете растащить это как хотите. То есть, мы даем возможность вот сделать так. Здесь можно и нужно сделать пожарную разделку. Вот. Но те, кто опасаются этого, то есть, это не нормируется. То есть, в частном домостроении не действуют как они, снипы? Снипы. Вот. да, конечно, я всегда говорил это и говорю, что баню лучше отделять. А в данном случае вы можете, например, террасы разнести. Да, разнести террасы. То есть, здесь входная дверь, здесь входная дверь, а между ними терраса. Все. Вот это будет хорошее решение. Пройти в баню два метра, два с половиной метра не проблема. Как же спальни две через стенку? В прошлый раз сам говорил, что раздвинутые шкафами ради изоляции тут как не поставить уже. Как это не поставить? Здесь стоит шкаф. То есть, в маленьком доме мы это оставляем, а в большом доме, ну, вот здесь разные модули, здесь звукоизоляция вообще отличная будет. 150 холодный контур со всех сторон, чек запредельный будет за отопление. Ну, это скорее всего говорит человек, который... Ну, скорее всего, да, дом 150 по-любому будет есть отопление. Любое. Нет, 150 холодный контур, речь идет про то, что, видимо, 150 утепление. Даже при 150 утепление в нашей зоне нормально, но мы делаем 200. Тем более, теплонагруженные это не стены, а потолки и полы. Из стадфлета от Вудкастера дома собирать будет, нет. В данной версии мы не применяем татфлета от Вудкастера по той простой причине, что, во-первых, это добавляет к стоимости каждого модуля 100 тысяч, то есть 50 квадратных метров плюс 400. Во-вторых, мы для себя пока не увидели супер преимуществ, ну, может, еще увидим. МДВП в идеале тоже проклеивать, кстати, нет, это то же самое, что проклеивать вату или герметизировать минвату, запенивать. Я видел, кстати, моего брата, строители, вставляли минвату и по краям ее запенивали. Ну, это вот примерно то же самое, проклеивать МДВП. Для того, чтобы не было проблем с продуванием МДВП, есть, во-первых, МДВП с шиппазом, во-вторых, на стыке контурбрус, на который крепится у нас отделка. В ветреных местах это очень актуально. От Туркова отказались. Мы не отказались от Туркова, мы отказались от Центральной системы вентиляции. Одномодульный скаут будет. Одномодульный скаут будет, ждите. Будет одномодульный скаут, его сейчас собирают на производстве. Презентация будет в конце марта, наверное, будет. Короче, говно дом, то есть сарай становится хуже для потребителя, но выгоднее для производителя, то есть пароизоляции будет хуже, вы еще в нем дырок понаделли, потом утеплитель поменяете. Гигиенически лучше, ой, душ лучше от смесителя раковины сделать. Очень удобно, да, по диагонали. Вы когда предлагаете, вы предлагаете решение вот такое, согласен, лучше. В смысле, можно просто подмываться вот отсюда, брать шланг и полтора метра три, сразу включаешь, бросаешь в унитаз, как дела сделал, поднял, подмылся. Ну, это люди практики. Мы должны уважать их мнение. Теоны в каждую комнату, это же дорого? Естественно, дорого. Жи дорого. Можно ли заложить тогда технологические ответы, чтобы клиент свой бризер установил? Тот же к Сайоми 150, 200 или 300 серии, дешевле и лучше. Ну, по поводу дешевле и лучше, это все бабушка надвое сказала, потому что цены у них такие же. Выкиньте теон, поставьте, что вам нравится. В базе будет теон. Да. Стоимость. Значит, по поводу стоимости. Стоимость окончательная будет определена после того, как мы соберем первый дом. Нет, после того, как мы соберем проект. Нет, и соберем первый дом. Вот, все-таки. Но ориентировочная стоимость, ориентируйтесь на 65 тысяч рублей за квадратный метр. Когда на сайте это все появится, я думаю, что это все появится, как только появится что-то, так сразу все появится. С ПВХ кровли можно ходить по крыше и ставить легкую мебель? Можно, лучше сделать настилы. На старый вариант скау дачи цена изменится на лето, если изменится, то незначительно. Вот, нам нужно только вот эту поправку цен внести, которую я сказал. и актуализирует подъем цен, который сейчас произошел за Новый год. Да. На лес, на... Ну, то есть, корректировка цен будет, значит, чтобы вы понимали справочно, сколько зарабатывает производитель модульных домов. А если производитель модульных домов зарабатывает 10-15%, это очень круто. Ну, как и любой производитель в России, на самом деле. Поэтому любое изменение цен, там, поставщики выросли цены на 10%, считайте, наша прибыль, хоп так, поскольку материал емкость примерно половина, прибыль уменьшилась в половину. Что такое прибыль для нас? Прибыль это деньги, на которые мы развиваем, несем гарантийные обязательства, но и существуем. И поэтому как бы здесь нет святых, которые на текущей даче 50 можно будет сделать переход в дополнительную спальню? Нет, нельзя. Посмотрите на планировку старой дачи и увидите, что там негде переход делать. Про пароизоляцию непонятно, как щели между листами фанеры защитить. Это все, друзья мои, проклеивается клеем пуракол. Если мы сказали, что мы отказываемся от пленки, это не значит, что мы отказываемся от пароизоляции. Если мы что-то делаем, мы делаем это сознательно. И не для того, чтобы мы хотим улучшить, а для того, что мы хотим это улучшить. Поэтому если среди вас есть люди, которые думают, что и не только это. Технологию с фанерой вместо пленки где-то проверяли, но ее проверяли примерно сколько существует лет фанеры. Столько лет ее проверяют. Это классика. А вы не задумывались о том, что вот эта тема с пароизоляцией и ветром защитными пленками и все остальное, она появилась довольно недавно. все, что было раньше, это пергамин, это битумная бумага, это есть пергамин, это фанера, это ДВП, это краска наконец, это штукатурка и так далее. То есть на самом деле жить без пленок можно, без пароизоляции довольно тяжело. А без пленок жить можно, представляете, есть жизнь без пленок. цвета фасада такие, как на картинках будут или как раньше. Все зависит от цветопередачи вашего монитора. Идея значит сделать вот эту базу, вот эту базу, вот эту черненькой, черненькой, вот эту черненькой, а вот это светленьким, как было в даче. Вот здесь дача, вот здесь светлая, светлая, а здесь еще крамольные мысли бомбили бестрее. Ты молчи. Кровать ногами впритык внешней стене к даче 50 ногам холодно не будет. Если вы 2.15, то может быть прохладно, а вообще мне нет. Будет неудобно спать в 2.15. В даче. И заходить в дачу будет так себе. В целом, да. Потому что там высота 2.10. А в свету меньше. Когда новое производство заработает, оно запускается. Как электрика будет идти в стойках внутри пирога? И розетки будут монтироваться в фанеру? Розетки будут монтироваться в фанеру, они там будут пароизолироваться. А что такое в стойках будет внутри пирога? они просто будут идти в стойках. Так как сейчас стойках внутри пирога. Да. Господин Владыка, мат-капитал к оплате принимаете? Как Владыка, да, как производитель нет. Да. Какие у вас самые покупаемые дома? Большие или маленькие по квадратуре? Самые покупаемые скаут дач 50. То есть больше не было. Покажите фото домов. Посмотрите в инстаграме или на ютубе где-нибудь. А, вот фото. Ксерокопия. Сараево, когда выставочный дом с новопланировкой будет? Ну, там будет дом новый с выставочной планировкой когда. Но его можно будет какое-то время посмотреть, но очень короткое время посмотрите на ютубе, наверное. Ну, потому что там человек будет жить. То есть мы не планируем делать выставочный дом скаут дачу. Ой, вернее, скаут, не дачу. Ну, короче, вот этот дом выставочный мы пока не планируем делать, потому что А какое нам делать? Вот такое вот? Или вот такое вот? Ну, в общем, пока нет. Но будет. Потом. Какой фирма сантехника? Мы перешли на Витру. Когда весной Гроя начал очень сильно скакать и задирать цены, мы перешли на Витру. Это поводоразборная машина. Подожди, Витра. Точно? Витра. Очень хорошая сантехника. Вот. Ну, нравится и пользоваться, и ставить, и покупать. И прям реально удобно. И руки мыть удобнее стало, потому что у Гроя маленькие кранчики вот такие вот были. И излив в ванной лучше. Гроя вот так вот смотрел, вот так вот. А этот вот так вот смотрел. Ну, короче, вот. А инсталляции будут... Ну, царсанит, скорее всего. Скорее всего, царсанит. Царсанит, скорее всего. Раковина икеевская Теллилина. Да. Есть закладная под вывод воды, отфильтрованной для нужд вне дома. Для нужд вне дома отфильтрованную воду сделать можно? Только зачем? Только зачем? Зачем фильтровать воду для полива огорода, например? А, типа для машины мытья, наверное. Ну, в принципе, на выходе поставьте грязевой фильтр и мойте, ради бога. Расскажите пирог плоской кровли из ПВХ-мембраны. Спасибо. Расскажите пирог. Спасибо. Снаружи внутрь ПВХ, под ПВХ-шный ковер, ОСБ-12, обрешетка в два наката для рензозора, мембрана, от которой мы отказались, каркас с утеплительным 190-й, фанера пары, как пароизолятор, пароблокиратор, ладно? И отделочный доскар. Очередь сейчас где? В 23 метра. Вопрос и ответ? А, в 23-м? А, нет, кстати. С очередью все хорошо. Андрей говорит вот так вот. Вот настолько. Андрей сегодня прождался. Короче, с очередью все хорошо, а будет еще лучше. Вот, запишите. Что думаете о рекуператорах? Вакео не шумные? Нет. Нам пришлали рекуператор Вакео на тест. Мы его даже поставим, наверное. Поставим ведь? Мы поставим. Поставим. И снимем вам тест. И покажем его на ютубе. Единственное, что Вакео, который подходит к нам, свисает из стены странным белым квадратным хоботом. Но это странно. Ну, нет, он может быть не белый, он может быть серый. Но выглядит это примерно как стул приклеили к фасаду. Ну, небольшой, маленький, аккуратный стул. Три буханки хлеба приклеили к фасаду. Нет, шесть. Шесть. Ну, побольше. Ты что? Ты хлеб давно не видел. Я не ехаю. Деревенские хлеб приклеили. Скаут-мангал будет? А скаут-дом и новую баню сможем прикрутить? Скаут-дома кто? Что скаут-дом? Это же кау-хаус, что ли? Можно. Можно, но отдельно. Ну, отдельно. Есть логичное место, где поставить беговую дорожку в скаут-50? Я думаю, в шубохранилище она... Скаут-50 же. А. Где даже... Ну, вот... Это не 50. А давай, кстати, можно... Ты же не сказал про... А, смотрите! Секретный модуль! Да, скаут-секретный модуль. Секретный модуль. Институт культуры. Она же прачечная. Хосблок. Беговычечная. Коммунта ухода за домом. Значит, она, во-первых, расширяет гостиную до 40 квадратных метров. Ну, почти. Вот. Заметили? Во-вторых, сюда можно перенести стиралку, сушилку... Морозилку. Морозилку, ларь, беговую дорожку, раковину рядом с унитазом поставить. Наконец. И велотренажер. Над раковиной. Над раковиной. И, короче, гостиная большая. Вот чуть не пропустили ведь, а? Это ключевой момент. Бойлеры теперь будут скрыты в нише или в шкафу? Или как? Будут глаз мозолить? Вот здесь будет бойлер. Скрыт в шкафу. Не будет он мозолить глаз. Центральный пылесос почему не предусматривать? Он под раковиной будет установлен в любом случае. Мастерская Хосблок будет в линейке? Вот. Вот. Мастерская Хосблок. Очень не хватало раньше. Тот блок, что был, очень маленький. А, большой. Большой гараж. Будет? На ютубчике покажем. Ну, будет, в общем. Наверное. Женщины будут? Заведете? Вот, кстати, про женщин объявление. Значит, у нас открыты вакансии малярш, плотниц, сантехниц, электриц. В общем, мы решили принимать к себе на конвейер женщин, потому что опыт работы с женщинами очень позитивный. Значит, вот архитектор, который меня терпит, женщина. Конструктор – женщина. Ну, понятно, бухгалтер – женщина. Жена у меня женщина, но она дизайнер интерьера. Ну, много женщин – это вообще хорошо. И женщины фору мужикам дадут по части, по многим частям. Стоимость доставки нереально снизить? Значит, Андрей мне вчера сказал или сегодня, что когда мы возили скаут дачи, один тралл стоил 80-90 тысяч. Сколько, Андрей, сейчас тралл стоит? 120. Один тралл стоит. Поэтому мы снизили на 40 тысяч стоимость доставки за год. Да? На минус 40 тысяч. Ну, короче, мы же возим, ну, в смысле, не своим транспортом. И транспортники точно так же, как и вы, и как и мы, находятся в этой стране. И если в этой стране все выросло, то доставка навряд ли может упасть. Единственное, что надежда на то, что мы локализуем производство поближе к... Куда? К тем? К вам. Вот. И там доставка будет подешевле. Вот. Но гармовой она, к сожалению, не будет. С этого года... Телепортация пока. С этого года проезд тяжеловесного транспорта по каждому региону нашей славной России-матушке требует отдельной лицензии. Едешь ты из Казани в Москву, покупаешь пять лицензий. Пять на проезд в Татарстан, Чувашия, Нижегородчина, Владимир, Москва. Вот. Но... Каждая. Да ладно. Каждая лицензия 27 рублей. Ну, короче, если они сделают то, что хотят, то... Они сделают. Это уже 7 варя. Не, ну это же мы уже живем в этом. Да. Ну, живем же как-то. Ну, и дальше будем жить. Цена скаута 75. 75 умножьте на 65. Получите среднюю цену на этот дом. Про производство... Франшизу планируете для регионов, которые, ну очень, ну дорого, даже стыдно сказать как? Нет, не планируем. Мы сейчас запускаем производство одно, там посмотрим, как это все работает. Если оно работает хорошо, то мы продолжим это делать. Если нет, то тоже продолжим. Еще вопросы? Все? Все. А, вопросы кончили. Спасибо вам большое, что нас выбираете, что заказываете, что терпите, что любите. Мы вас тоже очень любим. Без вас мы бы не существовали, а вы без нас бы замечательно существовали, только ходили бы грустные. Вот. До новых встреч. До свидания. Нажимайте на кнопочки. А, лайки, подписки, колокольчики, репосты. А, лайки, подписки, колокольчик, репосты.